всем ребят привет сегодня у меня очередной выход выехали мы на одну и ту же все деревушку ехал я и встретил там комрада который копает по металлу пообщались в общем замерз прям до соплей вот из-за этого начинаю съемку непосредственно в машине что у нас сегодня будет видеосюжете у нас будет сегодня перешурф не просто шурф а перешурф буду копать кем-то ну не знаю сколько лет назад его шурфили щупом пробежался и как-то он неуверенно был шурфленый и хочу все это заново перелопатить труд будет конечно адский а тем что возможно находок здесь не будет но если вы меня видите значит находки у нас все-таки есть в общем вступление есть я вам рассказал что я буду делать будет сегодня у нас перешурф затем я вам еще расскажу одну историю довольно таки интересная тем что был найден один клад вот афишируется рассказывать что где зачем и почему не буду но скажу один нюанс который мне а так выбесил что с данным человеком у меня больше нет желания разговаривать но об этом чуть попозже когда приду на чаепитие так что все берем лопату металлоискатель и ныряем старую кем-то начатую яму смотрим будет довольно таки интересно ну а яма будет у нас ребят вот это вот вот старый шурф здесь уже вот такие вот заросли в этом году я так понимаю кто-то пытался его снова разбомбить вот но у меня здесь сейчас это не интересует меня интересует большей степени вот это вот местность то есть она засыпана старым грунтом но меня поразило то что здесь копать глубину еще можно практически на метр то есть сейчас я вот это вот все старое буду дальше выбрасывать и только потом прозванивать то есть вот такой у нас будет сегодня объем шурфа вот довольно таки интересный забавный посмотрим что у нас здесь получится имеется как вы видите красный кирпич горелый вот значит здесь у нас в этом эпицентре была печка вот печка всегда ставилась в середине дома значит дом у нас очень очень большой по объему угли стекло керамика встречается кое-где в общем фундамент дома достаточно большой вот так же может быть если здесь не совсем не понравится перейду вон туда вон на старые шурфы там тоже а кем-то ранее было разработаны но с этих шурфов я верховые подымал монеты тем что кто-то копал как пал а монеты не собирал то есть верховых очень очень было много и вот узнать бы докопал ли он до маяка или все-таки бросил вот мне сказали что шурфилин на этих местах с прибором зо зо с большой катушкой вот из-за этого он и пропускал все сейчас приступаем и так ребят копая уже целый час сегодня поздновато начал вот в связи с тем что отправлял я посылку победителю которые недавно у нас образовался при помощи розыгрыша на стриме получает у нас валерий получил у нас а пинпоинтер и сегодня московскую область город фрязина ушел этот пинпоинтер вот так что вот так вот пришел я на чаепитие как вам обещал скажу то что в начале говорил дело в том что списались мы с одним человеком и он решил похвастаться своим кладом который он нашел клад очень огромный было серебро революционная звезды там молотобойцы вот золотой палки золотой червоинц был николаевский вот в общем принципе молодец продал он их достойно но меня взбесило то что он то есть что серебро нашел в частности там была посуда сахарницы были подстаканники ложки вилки все 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 были статуэтки и меня взбесило то что он вилки ложки стал переплавлять ошибка его в том что на них стоит проба 84 это царская проба а когда он ее переплавит серебро уже будет отстой в крайнем случае пробуем и сделает если он договорится 925 царскую пробу уже никто не делает и ошибка в том что это серебро куда выше ценится даже практически вдвое дороже антиквариаты его скупают это его ошибка и меня это взбесило также он там подстаканники очень ажурные красивый тоже переплавляет потом какой-то там образок тоже весьма весомый тоже все на переплавку лучше бы он их восстановил и они были бы достойные находки и куда дороже бы он их продал а так меня просто человек знаете взбесил тем что он история просто-напросто плавит жалко обидно когда клады находит и вот так вот хладнокровно относятся к этой истории вот ну я все понимаю он наверное боится что его хапнут и все прочее вот так что это был фамильный клад между прочим вот может быть из-за этого и боится вот ну ладно ладно сейчас допиваю чайок и снова на шурпец и так ребят первая находка и радует то что это не монета а приятная металлокерамика а приятно тем что это металлопластика сейчас я вам покажу очень хорошем сохране на выброшенном грунте вот он зачетный крестик на прошлом копе тоже был такой же крест с обоих сторон у нас кресты это разновидность какая-то причем на прошлом и сейчас крестик лепесток женские его еще называют восемнадцатый девятнадцатый век приятно приятно продолжаем плохо то что здесь было горело горелый дом если монеты будут то они будут немножко с краснотой и так ребят у меня что-то сегодня коп вообще не задался не могу нигде обосноваться везде пробую но чё то нигде не получается и за спиной у меня непонятно что я думал что фундамент оказывается что не знаю чё это потому что очень много железа я поднял вот вроде вышел по монетам а на самом деле получается у меня по чермету поднял такой тяжелый лемех потом какая-то вот не пойми чё вал обломок тяжело чего-то и еще один вот лемех а задвижка и вот такая конструкция тоже лемех это же тяжелая вот не знаю сколько килограмм но я пришел за монетами и здесь металл еще есть сигналы где-то там 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 поковырялся я чё очка цветной мубила там вот же время их поднял здесь лемех здесь вал в общем здесь была какая-то не знаю тракторная стан какой-то что ли что-то в этом роде вот и я вот искал дом раз здесь богатеи были растрактора имели позволить дом я так не нашел вот в этих вот деревьях там есть фундамент его разбили вот и по одному ряду почему-то я здесь думал что фундамент но к сожалению не то не то здесь я тоже пробный сделал вроде засыпка есть но сопутки нет я бросил его не буду блин сейчас меня так вот напугала фигуре на думал кабан или что-то в этом роде потому что здесь кабанов очень много оказались две белозадные косули то есть задницы белые вот только по задницам определил что это косули дернули они от меня ладно ладно я думаю монеты все-таки будут еще не вечер так что монеты думаю будут не так ребят наконец-то монетка сегодняшний день открыла у нас двушка довольно таки приятного сохранить к такая душечка год старый образец и год через объектив смотрим 26 или 28 вот такая двушка долго я искал очень долго из бродили мы здесь очень много здесь ряд прошли там ряд прошли в поисках нормального фундамента но к сожалению ничего не было вот и домой еду как домой еду поближе к дому вот и увидел тоже фундамент кем-то разработаны очень-очень давно и вот зашел сюда он там была у меня попытка там кирпича ох я плюнул посмотрел что дом достаточно большой и решил с этого угла здесь кирпича не так уж и много и монета так что ладно хорошо идем дальше итак ребят наконец-то наконец-то поперла вот она еще одна монетка выпала и это у нас на этот раз двушка тоже двушка год уже не понял год какой 56 2 2 . 56 года хорошо очень хорошо продолжаем тогда вдоль камней видите видно его не добили и бросили но мы добьем посмотрим и так ребят еще одна монета монета советская и это у нас трешка трешка пятьдесят пятьдесят третьего года двушка была пятьдесят второго а трешка пятьдесят третьего идем мы вдоль камня вдоль фундамента видно видите старая такая ложбинка кто-то в свое время я ковырял но я углубился уже на штык лопаты и монетки выскакивает просто кто-то не докопал на штык лопаты вот и еще смещаясь направо там еще поглубже так что идем дальше итак ребята очередная сигнальная монета монета снова двушка год 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 тридцать восьмой тридцать восьмой тридцать восьмого года классная классная правда немножко с болячками но ничего пойдет 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 так это уже оголился у нас камень вот идем к углу дома монета монета на выброшенном грунте то есть это у нас по размер копеечка год сейчас скажем или увидим да давайте вместе с вами посмотрим копейка двадцать восьмого года охранчик неплохой пойдет 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 классно продолжаем солнышко у нас уже подходит к своему завершению ложится спать у меня еще полчасика и тоже будем собираться так что продолжаем и так ребята у меня находка но находка вот такого вот характера я сначала не помню что такое звенела прям просто-напросто дуром вот и когда почистил ее я понял что это бензиновая зажигалка и это у нас зажигалочка первый раз такую вижу конечно были у меня круглая но вот такой формы впервые зачетно заберем заберем до были у меня еще находки вот такие выпало так это наверное этот фужерло вот так и и две находки по войне пуговка старая и патрон не знаю патрон может мосинский вот такие вот пироги ладно копаем и так поднял я последнюю монетку копеечку советскую и знаете пошли сигналы я сначала искал искал и даже пином что-то не могу понять оказывается это лыжники батарея аккумулятор у меня на очки закончилась но я не расстраивался думаю сейчас возьму комплект новых батареек у меня всегда с собой комплект батареек и что вы думаете батарейки оказались нерабочими болин не рекомендую ребят покупать дешевые батарейки купил я батарейки как они называются называется ever eight вот такие вот батареечки это да это антиреклама не покупайте такие аккумуляторы даже батареи не покупайте нихрена они не работают и вот с расстроенным чувством буду заканчивать свой коп вроде монетки пошли 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 и тут вот такая вот беда вот так что вот так аккумулятора хватило меня на два выхода на полноценных и все на этом закончилось надо аккумулятора менять раньше хватало на 34 копа сейчас они по ходу уже сдуваются потихонечку так что вот так вот ребят помимо того что пусть у вас будет всегда заряжен аккумулятор всегда несите а с собой комплект батарей хороших батарей и дешевых а качественных так что вот на этой ноте наверное и закончу свой коп получился он с бухты барахты у меня сегодня выехала я после обеда готовил посылку победителю вот отправил на почте и сразу поехал на коп приехал сюда искал где поковыряться ничего у меня не получилось немного железа даже нашел вот и под конец вот фундамент начал давать монетки но к сожалению все видно земляной дед обиделся на что-то она что я же его не задобрил я ему не давал горячий чай с пряничком жалко ну ладно всем пока до новых встреч и